Ведьма Алена Полынь Ведьма Алена Полынь Вот деревоräше Вот оно дерево постарше Вот такое постарше А здесь, кстати, ландыш распустился Смотрите, какая красота Вот это у нас осиночка На осину мы скидываем Болезни После 16 часов с ней Лучше не общаться Осиновые листья тоже помогают Для лечения многих заболеваний Осиновая кора Но даже вот кусочки осина, они очень сильно исцеляют. А вот это было деревце молодое. Но после того, как добрые люди в кавычках начали сжигать траву, оно погибло. Здесь вообще много чего погибло. Я бы руки оторвала тем, кто жгет траву. Вы просто раните землю. Разве можно такими делами заниматься? Вот там вдали даже видно, наверное, да? Это была маленькая сосенка. Ее тоже погубили. Вот когда жгли траву, она сгорела просто-напросто заживо. Вот это молодая осиночка. Иногда людям говорят сделать что-то на осину. На осину много чего скидывается еще. А люди говорят, я не знаю, как выглядит осина. Вот так, в общем-то, выглядит осина. У нас люди знают, как выглядят таблетки, но не знают, как выглядят деревья. Вот она, видите, как листочки трепещут на ветру. Сейчас гроза начинается. Скоро будет гроза, поэтому так трепещут. Во время грозы трава обладает наиболее сильной и мощной силой для удаления какого-то негатива. Поэтому я сейчас здесь в лесу жду грозы, чтобы собрать трав для вас, для колдовской работы. Заросли ежевики. Ежевика употребляется в тех случаях, когда у ребенка ночное мочеиспускание, непроизвольное. Врачей нереза называют. Очень полезно. Вот мы сейчас чаечек будем собирать. Если вам понадобится, можете ко мне обратиться. А вот это гравилат городской. Съедобное растение. Ну, никто об этом не знает. Все сажают, продолжают сажать что-то. Корячится, когда все растет под ногами. Вот она, ежевика. Она колючая, как малина. Вот она, ежевичка. Она дикая, она маленькая, некрупная. Вот он, клевер. Красный клевер будет. Мы его тоже сейчас соберем. Вот он. Тут он объеденный, тут получше. Иван-де-Мария. Лобчатки, листочки попались нам. Тоже клевер. Манжетка. Она вот сейчас цветет, манжетка. Видите? Сейчас покажу. Вот она цветет. Вот так она цветет. Вот она, манжетка. Не знаю, как показать, чтобы видно было. Ох. О, какая манжетка красивая. Вот такая красота у нас в лесу. Ну что, будем с вами разбирать содержимое корзинки. Значит, что у меня тут есть? Хвощ полевой. Значит, в тот сбор, который я делаю, чай мягкий, женский, он не подойдет, хотя он мочегонный. По, если говорить по энергетике, он не сказать, что очень жестко работает, но и не мягко. А здесь все травы будут мягкие, поэтому мы его пока отложим для другого сбора. То же самое клевер. Клевер работает достаточно мягко, но в данном случае, чисто энергетически, он немножечко не подходит. Ближе по энергетике он к хвощу. Хвощ, поэтому вытаскиваем. Значит, в сборе у нас будет в чайном сборе манжетка. Листья земляники. Цвет земляники. То есть, я думаю, вы понимаете, что вот сейчас май, поэтому можно собрать землянику. Цвета в июне уже цветочков практически не будет. Но в июле, соответственно, вообще их не будет. Поэтому сбор земляники, листочков и цветочков мы производим в конце мая. Листья липы. И сюда мы еще можем добавить, посмотри, сейчас я по участку пройдусь, лопчатку. То есть, в чайном сборе женском, мягком, успокаивающем, нормализующем гормональный фон, у нас будет листья липы. Значит, у нас будет цвет и листья земляники. Лопчатка. Сейчас я ее доберу сюда. И манжетка. Манжетку еще раз покажу. Это уникальная трава. Вот она такая манжетка. Хвощ и клевер мы будем уже оставить для другого сбора. Сегодня пятница, травы собираются отлично, женские травы, травы для женских сборов. Май, пятница, и мы собираем вот эти уникальные травы. Май, пятница, и мы собираем вот эти уникальные травы. Май, пятница, и мы собираем вот эти уникальные травы.